В настоящее время газовое оборудование, как и все в нашей рыночной экономике, не отличается длительным и бесперебойным сроком эксплуатации. Если вы заглянете в паспорт вашей газовой колонки, плиты или котла, то скорее всего удивитесь, потому что этот срок, скорее всего, уже истек, а он, как правило, составляет 6, 8, 10 лет, а они пролетают незаметно. То есть, висит у вас, к примеру, колонка, на вид новая, все работает, она ломается и в этом случае юридически газовики не должны ее ремонтировать, а в принципе должны требовать замены. Тоже и с плитой, а еще хуже с котлом, который, как правило, выходит из строя во время начала сезонной работы либо пиковой нагрузки. То есть, по правилам, повторюсь, такое оборудование необходимо отключать и менять. В реальной жизни такого, конечно, не происходит. Ну, по крайней мере, пока. Я думаю, никто не был бы против менять тот же котел или плиту каждые 8 лет. Эту ситуацию можно вполне сравнить с заменой автомобиля, резерв которого сейчас вполне могут закладывать каких-то 100-150 тысяч максимум пробега, а дальше покупай новый, иначе он рассыпется. Повторюсь, никто не против ездить на новом автомобиле и менять регулярно котел или колонку. Проблема в данном случае известная, все упирается в деньги. В общем, менять это деньги и немалые, которые, особенно в наше кризисное время, не хватает все больше и больше. К тому же старое советское оборудование, как показывает практика, хотя и не экономично, но вполне надежно и может работать еще долгие годы. Правда, за исправностью автоматики придется следить. В общем, как бы и газовиков не ругали, они такие же люди и, кстати, именно в обслуживающих подразделениям зарплаты, мягко говоря, невысокие. В итоге, на практике, как правило, отработавшие свой срок оборудование никто менять не принуждает. Кстати говоря, такого оборудования с каждым годом все больше и больше. И чем дальше в глубинку от центра, тем ситуация все хуже и хуже. На текущий момент во многих районах смело можно половину газового оборудования уже списывать и выкидывать на свалку. Но если у вас не работает автоматика или нет возможности устранить утечку, то тут уже извините, если вам плевать на безопасность, то специалист из-за этого в тюрьму садиться не собирается. Кто не знал, после каждого несчастного случая проводится серьезная проверка, целая комиссия этим занимается и, если окажется, что было проведено, допустим, техническое обслуживание, а автоматика не сработала и была неисправной, то сами понимаете, кто будет наказан. А наказания достаточно серьезные. В общем, на вопрос, надолго ли мне отключили сломанный котел или колонку, ответ простой. До момента устранения неисправности. Хоть до весны ищите запчасть, хоть сделайте это в течение 15 минут. В этом случае сразу и решится проблема. Многие думают, что горгазы обязаны иметь запасные части и чинить оборудование моментально. По факту это не так. Производителей оборудования у нас десятки, модели постоянно меняются. Просто физически невозможно держать все на складе. Хотя, как правило, на ходовые модели все есть в наличии. Это, кстати, один из аргументов при выборе нового газового оборудования. Надеюсь, информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал.